малыш чуть на тебя не наступила здравствуйте дорогие люди я прошу прощения у вас у всех с кем знакома с кем не знакома была в церкви сегодня хотела снять больше я боюсь а девочки там делают замечания чтоб не снимали я и так вот первое видео сняла там больше просила вита за тебя я хотела чтоб ты услыхала вита карпова это моя подружка она в швейце и живет я просила бога ты веришь я думаю мне тебе здоровья чтобы ты может еще когда-то приехала домой сюда я знаю как тяжело все равно где мы не были все равно дома лучше но у нас сейчас такой дом ладно девочки девочки зашла в церковь я в троицкую всегда хожу церковь мне пять минут я на маршрутку села я там уже зашла в церковь уже после службы как раз ну это здравие молился батюшка людей много вокруг него собралась специально у него такая есть такое место икона и он то я сама там стояла один раз правда за сосед за сосед за соседским и мужем ходила здравие перед операцией я вам рассказывала есть видео вот людей было уже там может считанные люди там кто-то сидит там кто-то сидит там на коленках одна стояла бабушка мало людей было я люблю когда мало людей но девочки зашла сразу как стало плохо во первых вот эта дымка стоит от свечей жара людей же было много не открыли дверь вообще не проветрили я зашла так сразу еле пошла дошла до этих и киоски как киоски в середине где свечи купить я купил от этой свечи самые большие вот это пошла христу распятому просила за все прощение за вас за все только господи нас услыхал и простил нас за все что наконец-то мир настал сегодня должны все у друг у друга попросить прощения положить крест на этом на этом дурдоме который происходит и там с ней сняла тоже маленькое видео она пропала потому что шла какая-то бабушка вот эти свечки моют и они так такие делают замечания нет но мне уже делали вот я думаю вот это кровь нервы надо потрепать а ну раз и пропала я давай 2 это сняла которая девочки будьте все здоровы хай бог на за все простит мы уже родились мы уже грешны спустилась в центр центр там же две секунды зашла варус там варус возле цума купила все что мне домой надо и сюда купила кушу и пошла на маршрутку потихоньку шла людей мало очень дома сидят люди кто может спит отдыхает после таких ночей дурацких все приехала домой вышла у себя на остановке тогда женщина бежит к я вас устала я вас узнала я вас смотрю а я вижу что она мне знакомая а я думала что она меня здесь узнала на улице ну как сука что я ее вижу часто я думала что она рядом дом со мной живет я вышла с того дома на ритме я через дорогу у нас со на ильича а я вижу что я вижу постоянно сколько я живу и она тут всю жизнь живет все березка была мальва есть у нас магазин и все мы ходим вот это все и уже знаешь что кто кто новенький на районе кто старенький она старенькая я что-то думала что она моя соседка следующем доме живет она побежала с подружкой своей на маршрутку вот ну и все я и сказала смотрите сегодня я церкву ходила но я думала девочки первое видео сохранилась а ну блэмк и все но девочки потому что нет этой знаете вот нету такой что ты зашел куда-то вы видите я никакие магазины не снимаю я по озерке было шла тогда и то мне стоит вот этот торгаш этими гранатами торгует своими соком этим это что я снимаю ли что я делаю это стой спокойно и я пошла а по улицам ходить снимать тоже что снимать девочки мне лично никогда не интересно ни улицы ни магазины когда кто-то это скупляется ходит то вещи то продукты вот это показывает у всех все это есть это все неинтересно это теперь где-то на не на необитаемом острове было о что там интересного даром можно взять вот это пиво было интересно так вот ну и все девочки сегодня девочки последний день масленицы сейчас напеку блинов вот молоко у меня он есть все есть нету здоровья нету уже переживать вот это все весь ужас собаки девочки он спят вроде кто-то клевал на пороге еду ихнюю или какие-то к ним приходили гульки устраивали тут или они решили все таки выбрать мяско там кое-где а вон девочки белая кастрюлька на печке стоит варятся головы они как увидели что я им еще показала вот это коко-коко сделала они тут такое вытворяли они же думали им дам ну а чем я им давала пускай она покипит хоть минут 15 правильно чтобы они вкусненько покушали там эти головы что я купила магазине у тех что я вчера купила домашний сбройлерных курей вот и все и какой-то как и какой-то он приготовила пачечку кукурузной каши которая для детей быстрого приготовления что я заваривала кушала тут вкуснятина чуть-чуть знаете чтоб водичку похлебали с кашей а спят как будто бы они неделю не спали он скручивались и мячик мячик вчера же им купила мячик вот этот что попрыгунчик для собак специально для животных что пищат и вот это не и он где держат вчера тоже по наедали все моим девочки хвостов кидали и копытки дали не кости а мякоть отрывали соли ой девочки мы ели ели вот это по ноге съели соли по копыту поэтому и по одному хвост ней я не помню я один девочек не я два хвостика съела оля не знаю девочки то что по ноге по копыту мы съели девочки мы не могли руки разодрать они у нас знаете вот так послепали все как судорога покрутить вот так вот рты не можем открывать слепалась а ну девочки вот такой колоен кипел чем короче мы по 100 салфеток влажных вот этих чтобы повытирать чтобы как-то идти сюда до крана мы же не могли идти руки вот так как цурупалки о о клейте и обувь клеить можно взял кусок хвоста кусок хвоста девочки где дырка на обувь запхнул туда придавить до утра не не разорвешь экологическая чистая обувь простите меня за все родные господи плачешь и смеешься плачешь и смеешься а что мы люди девочки на том и люди а что только ржать или только плакать должно все перемешку быть тогда это поле имени а когда головы пахнут ваши страшные перьями не надо им кидать туда тоже им лавровые листья кину и того кину это вот что пахло а дикость кожи но хоть у него девочки слез зализует зализует вот девочки зализует собаки рано раны да а кошки тоже зализуют раны мне кажется только собаки зализуют девочки я вообще-то не знаю то что собаки да зализуют раны в общем девчоночки там женщина одна написала что режет мой режет слух вот это что я постоянно девочки девочки а как женщина миленькая вот смотрите мы здесь и вообще когда мы собираемся да вот одни бабы собрались как мы друг на друга говорим мы не будем карла собралась например нас 10 человек мы же не будем каждого так мы девчонки давайте девочки наливаете девочки кушать правильно я говорю правильно в очереди мы стоим на нас уже девочки не скажут женщина бабушка правильно правильно дома мы мамы бабушки если мы сестры значит мы по именам правильно правильно в поликлинике мы кто мы в поликлинике. В очереди. Или вот врачи к нам. Ну, тоже женщины, да? А мне это не... А мне не нравится, когда на меня говорят женщины. Мне кажется, я уже, знаете, уже все, капец жизни настал. Хочется, чтобы, Надя, или девушка, или девочка. Ну, девочка уже ладно. А когда скажут мне, знаете, девушка, вы крайние там, особенно молодые. Я говорю, ой, моя ты лапочка, родненькая. Конечно, я. Но я уже не девушка. А когда мы в компании? А мы тут компанией сидим все. Вот я одна, а вы тоже по одному каждый. А если мы вместе соберемся, мы девчонки. Ну, правильно, поскольку бред нам не было. Ой. Ну, бабушке я же не могу говорить. Женщины. Женщины, вот, кино. Женщины. Там все время женщины, женщины. Это... А кто там девочки? Ой, я так ее люблю, эту артистку. Девочки, начинается. Стою на полустаночке. У нее сын еще... Он ее обижал уже, когда она перед... Ну, когда она уже на пенсии не снималась. У нее такие проблемы с сыном были. Он ее бил там и все. Ну, как же ее фамилия, девочки? Я не вспомню. Ну, фильм «Женщины». Там про завод, как они на полировке столы полировали. Там Инна Макарова, по-моему, снимается. Да. Я девочке забыла, как ее фамилию. А песню она пела, стою на полустаночке, В цветастом полушалочке. А мимо пролетают поезда, А рельсы то, как сводятся, Сводятся, у горизонта сходятся. Где швы мои? Где швы мои? Далекие года. Или... Где швы мои? Далекие года. Или... Девочки, забыла. А знала она из-за всю песню. В юности, в юности. А давно не пела. Вот теперь чокаюсь, как ее фамилия. Ладно. Не помню. Ой, девчоночки. Так что у меня сегодня, девочки, Блинчики. Потом... Кушать ничего сегодня такого готовить не будут. А, девочки, распаковка кулька. Суарусы. Сегодня, девочки, у меня открытие. Буду загадывать желание, Чтоб... Даже могу объявить. Вот, буду кушать соли. И только об этом буду думать. Чтоб закончилась война. Чтоб только мир был. До конца... Пока земля существует. Чтоб не было больше ничего. Девочки, купила кусочек сыра. Акция в Варусе. Сыр... Украинские твырды. 50 процентов. Взяла. Девочки. Все по акции взяла, честно. Девочки. Вот этот. Девочки, женщины. Дата покувания 15-го, 0-3-го. Девочки... Ой. Сумиш неаполитанська. Куды там. Хочется салата с постным маслом, похочем. Просто свежего салата. Баночку вот эту, коробочку взяла. То, что я взяла первый раз. Девочки, взяла. Изюма взяла пачечку. Девочки, люди добрые. Вот такие пачечки сейчас. 9 гривен пачечка. Акция. 9 гривен. Взяла пачечку. Дальше. Ой, это сметану я взяла с коридорчика. Солей кушали. Она мне сейчас будет нужна. Суп вчера ели со сметаной. Дальше. Помидоры выбрала. Еле-еле. Такие плохие. Коктейльные вот эти. Еле набрала. Сколько тут? 300 грамм есть? 380 грамм. Ого. Думала и 300. Нет, а нож 400 почти. Один огурец. Вот эти огурцы хорошие. Я их люблю. И даже летом они вкусные. Вот эти девочки. Мальчики, женщины, дядьки, тетки, бабки, детки. Вот. Вот это хорошее. Я их люблю. Вот этот сорт. Сюда. Это мы с Олей салат сделаем. И с хвостами, и с копытами. Покушаем. А там супа целая, пол кастрюли. Хвосты. Не знаю, сколько штук. Я что, их считала? Тут картошка. А, пачечка майонеза. На перепелиных яйцах. Пачечка. Акция в Арусе тоже. И тут картошка. Египетская. Два килограмма. Наверное, я не знаю. И, внимание, на старт, внимание, марш. Черемша. Ха-ха-ха. Там девочки. Мальчики, бабушки, дедушки. Женщина сидела. Ну, такая, с озерки там села. Вот, недалеко от Сума. А вот. Пери это самое. Ну, наверное, пучок напополам сделала. И по 20 гривен. Взяла один пучок. Пахнет чесноком. Ну, сделаю правильный салат. Без всяких. Туда добавлять салат не буду. Вот, отварю яйца, как вы советовали. Вот это покрышу. Кусочек огурчика писали. И с майонезом. Вот, специально майонез взяла. Я его взяла раньше. Потому что тут майонеза нету. Надо, чтобы был. Немал. Ну, и сделаю салат. Все. Вот он. Куда? Сюда в салат положу. Вот так вот. Вот. Вот, мои дорогие. Вот так. Дрожжи у меня тут были. Рассыпаются. Йоколы-мэлы. Так, это куда? Сюда. Собакам варится. Купила халвуш. И так и не попробовала. Ни Оля, ни я. А потому что тут лежит. Туда надо забирать все. А мне так давно хотелось что-то тоже халву делать. Я забыла, когда ее ела вообще. А сейчас уже сильно и не хочется. Просто хочу попробовать. А какая она? Хрен его знает. Намокла эта ценник. Ну, я люблю просто ванильную. Без всяких арахисов, шмарахисов. Без всякого вот этого. Просто ванильную. Ну, вообще, девочки, мальчики, дедушки, бабушки, вкусно это молоком запить. Вот, да? Халвычки молочком тепленьким. Люди добрые, свежие. О! Так вкусно аж. Так пахнет. Ванильная, наверное. Халва. Ванильная. Вкусняк. Вместе с дрожжами. Сейчас буду. Брашка. Дотронулась до дрожжей. Вы тоже давно все не ели. Вперед. Ой, какая вкусная халва. Перед диетой можно. Я уже, наверное, ее сто лет не ела. Ммм. И хорошо, что нет вот этих... Как они? Арахиса. Жевать вот эти орехи. В другом пихают эти орехи. Вот самая вкусная, ванильная. О! А эти вылупились, девочки. Как будто я ем... Пингвинью лапу. Смотрите. На кушетке сидят на своей. Видите, как я аппетитно ем. Вам это нельзя. У вас он головы кипят. Еще пять минут. Не идите, не идите. Зря малыш подошел. Они такие красивые. Они мне так смотрят в глаза. Вот они, обои. Рябое. Вас надо было назвать обоя-рябое. Я вам даю сладкое. Вы, рябко и ты кто? Один рябко. Обоя-рябоя. Двое из ларца одинаковых лица. Мой халва добрая. Добрая, 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 добрая. С какого кино, девчата? Добрая, 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 добрая. Знаменитые артисты там играют. Молодые еще они там. А кто поет эту песенку, не знаю. Эту бабульку. Ну, кино я обожаю. Это кино. Добрая, добрая. Наверное, все поумирали с этого фильма. Пожалуйста, пишите. Только не подглядывайте никуда. Так не тесно будет. Я-то знаю. И вы знаете. Вспоминайте. Добрая, добрая. Но, Дик, ты прямо так сделал шею, как будто ты что-то придумал. Ну, это халва. Вам нельзя. Я знаю, что вам всего хочется. Туши и мне. Дай по кусочкам. Наверное, девочки, кто там будет ругаться. Хоть поманишь, хотя то, что я ем, и им хочется. Ой, нате. А ну, будете кушать. Девочки, еще и как. Еще отдать. На, Дик, Кусик. На, пироженьки. На. Вкусно? Угу. Ну, ладно. По чуть-чуть можно. Там даже весы не потянут. Ломбард. Ты тешу в ломбарде. Там рама. Рамов даже. Вкусно? Посоланцевалы. Ждите головы. Девочки, все за халвой. Приказ поступил. Все на абордаж. Тряпалы. Вот это тряпочки. Кто там, девочки, чтобы не переживали. Она вываривается каждый вечер. Вот уходим. Кинули куда-то. Прокипеть куда-то. У нас специальная есть кастрюлька. Кинули. Прокипело все. Все чистенько. В хлорке. Немножко порошка. Отчиталась. Все. Вкусненько было, малыш. А головы еще вкуснее будут. Я бы сама их ела. Я, кстати, вот эти домашние головы, которые я купила, ну, сбройленных курей, пересмотрела, кстати. Я ж помню, девочки, всегда варила и бабушка, и мама, когда вот потрошки, и я варила их. Клювы отрезаются. Мама так моя. И бабушка. Они себе оставляли, как деликатес. Клювы поотрезают. И потом вот это сидят, пообрезают гребешки эти. Пообрезают вот это все на голове. И потом этот мозг ели. Я ж это знаю. И я варила, девочки. И перебирала тоже. Забыла, когда уже такое ела. Сейчас что-то не хочется. Я уже их наела в своей жизни. Девчоночки, сегодня у нас будут плюшки. Сейчас я тесто поставлю. Я уже все приготовила вот вокруг себя. Блинчики. Плюшки, девочки, будут с повидлом. Абрикос с апельсином, джем. С маслечком, как положено все будет. Ну все, сейчас собакам, девчонки. Спасибо вам огромное за комментарии, за ваши. С днем рождения всех, ваших близких, деток, внуков, мужей, мам, бабушек, племянников. Ну все, всех, кто относится, подружек, всех, кто в Андоррахе, у кого сегодня какой-то праздник или у вас. Будьте здоровы все. Самое главное, здоровье и мир. Здоровья не надо, когда мира нет. Оно уже не обращаешь на это. И какое может быть здоровье, если мира нет. Только мир сейчас на первом месте. Я помню девочки, всегда вот бабушки, когда открыточки подписывала, тетям своим, я всем всегда открытки подписывала. И пока вот эта почта ходила, вот эта, я все время писала всем открытки. И пока все живые были, кому было писать. Вот, и в Самаровку писала тетки, постоянно открытки поздравляла. И всегда я в первую очередь писала мира от чего-то, девочки. И девочкой, и девушкой, и дамой уже, Бальзаковского возраста. Писала первые, первые мои слова было мира, восклицательный знак, здоровье, восклицательный знак, счастье восклицательный знак, восклицательный знак, и долгих-долгих лет жизни. Вот это я так подписывала. Но в первую очередь у меня всегда была мира. Вот что-то, знаете, девочки, мы же не дети войны, да? Мы внуки детей войны. Правильно? Правильно. Не, мы дети детей войны. И внуки, ну, внуки, кто участвовал в войне. Ну, я все правильно, вот, это я сейчас правильно говорю. Вот, а все равно как-то всегда, вот, фильмы же смотришь, да, всегда вот какие-то. Вот я помню, я фильм «Отец солдата», это для меня, чтобы его смотреть с детства. Я разрыв сердца получала, вот это вот, вот эта встреча отца и сына. Потом баллада о солдате, да, как он домой. Как они в поезде ехали, а как они сало с хлебом, помните, толстое такое накладывали, а тот тушенку жлоб, как ел. Вот эти все фильмы, они запомнились навсегда военные. А этот Бондарчук, в каком фильме, что они, вот, ой, забыла, девочки. В каком фильме, о Евене Матвееве, как они, любовь земная или судьба, да, судьба. Как они тянули вот эти, мальчик тот погиб, поэт. Как они тянули поля, разминировали. Вообще, вот эти все фильмы, ой, фу. Вот это, вот это всю жизнь боялся этой войны. Девочки, будьте все здоровы. Я сейчас собакам кушать отдам, их не головы бог. Они там уже грызут друг другу головы. Тихо, не грызитесь. Вы же братья все, господи. Хоть и сводные. Я мачуха, и то с вами, гляньте, как отношусь к вам. Хорошо. Бежать не надо ко мне. Я сейчас стою, делаю вам кашу. Кукурузная у вас сегодня каша детская. Вон она. И вот, я вам сейчас сыпану. Девочки, она очень хорошая. Я сама ее хочу покушать. Я сама пару головок у вас стырю. Я шучу. А я ее сейчас сыпану. Она, варить ее не надо. Она сразу раз, пока остынет. Вот, видите, что вас ожидает? Кукуруза. Попробуйте не кушать. Я вас посажу. Оля будет вам рты открывать, а я буду запихать. Тихо, тихо, мне руки нельзя пачкать. Малыш, все, будь здоров. Не кашляй. Ля, и тот, и танцует, танцует уже. Ля, 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 ля. Ай, добрая, добрая. Ой, тихо, тихо. Малыш. Девчата, буду я их кормить. Все, все. Ой, ой, куда мне текать? На печку залезть? Я не Емеля на печку залазить. Все, все. Так, я сейчас делаю серьезное лицо. Текайте. Вас с вами нельзя по-хорошему. Малыш, глядя, тихо, я меня за водой. Малыш. У тебя момент? Ну ты, ах ты, растутый. Где моя лозына? Дай мне пройти. Так, все. Ну... Ну... Продолжение следует... Продолжение следует...